приветствую вот обратите внимание так проходные короче эти проходные рамки толпы вот там вот это академика сахарова а там вот все как бы этот как и все представление по поводу пенсионной реформы а вот здесь смотрите вон там пироги кафешка я реально хочу попить я хочу пить явно тут жарко очень так они что сделали они все нахрен закрыли вот так с той стороны тоже не зайти сюда короче сюда сюда невозможно пойти попить здесь на территории нигде воды нет вот нет не продают ничего не предусмотрели дальше если обходить вот туда там все закрыто все кафешки в ту сторону я просто уже не пошел потому что там тоже принципе ничего такого ну блин ублюдки вот серьезно вот как так организовывать и ни хрена не организован вот вот жена у меня говорит гораздо лучше когда они не согласованы митинге все проще все все свободнее все гораздо приятнее господа фотографы в просьбом митинге организовано делать последний кадр и покидать сцену спасибо большое друзья поаплодируйте себе а и Вы что, довольны этой реформой? Они уже на пенсии. Сучка черепа. Хотелось с ними поговорить. В любом случае нельзя дать запугать им себя. Ни в коем случае нельзя показать страх перед ними. Это одно из их орудий, которым они пользуются. Меня часто спрашивают, не страшно тебе заниматься вот такой деятельностью. Не страшно тебе выйти на митинг. Друзья, отлично, покричались, потому что следующая речь возможно не будет. Скотины, в общем, я не знаю. Она была очень оптимистичная. Про нас с вами. На фоне того, что происходит. Поэтому я это сделал так немножко. В противовес. Встречайте, пожалуйста, здесь члены Мостовского регионального комитета Либерторианской партии России Экономиста Григория Баженова. Далеко не уходи куда-нибудь. Сань, что я тебя не потерял. Посмотрите, патрулям дайте им не команду и сами смотри. Привет, Сахарова! А что будете наблюдать? Всех вас на площади Академики. Ну скажите, что именно? А скажите, что именно то наблюдаем? Ваши людей есть вот эту вот площадь. Ну вот сюда пришли вы. Зачем? Что именно наблюдать? Нашего сопротивления. Вы сюда зачем пришли? Я митинговать. Ну а вы зачем пришли? Нет, я просто убил, что вы сюда прибежали. Мне интересно просто зачем. Мне прибежали, я так шусь. А у него там матерное слово было на плакате. Матерное? Путин, Х, точки и О. Очень сильно разделён. То есть это уже матерное слово? За правду убирали. Они причём так вырвали этот плакат, как будто это их оскорбили, понимаете? А может быть это Хамло, например? Может быть. Путин, Х, точки и О. И тем самым мы накажем, что мы слушаем. И тем самым мы преодолеем выученную беспомощность. Каждый, кто сегодня пришёл на сахар, должен рассказать всем своим знакомым о том, что происходит на митинге. И о том, сколько народу готово дать отпор. Необходимо, наконец, преодолевать эту выученную беспомощность. И нам нужно, наконец, закрутить в обратную историю. Пусть стоит в городу спираль молчания. Путиновую спираль углазности. Представьте себе, что есть состарение властей. Представьте себе, что в городе сидят в городе. Вам что, по кайфу, да, вот так вот людей толкать пихать? Э, полицейский. Обычный бык, короче, я тебе говорю. Специально идёт, толкается, такой чувствует силу, такой, знаешь. Представьте себе, я просил. Давно они полицейские. Вы хотите там жить? Почему вам не понравился плакат? Мечтайте! И не бойтесь мечтать! Я говорю, это вот обычные трусы такие, знаете, слабые люди, слабые трусы. И они за Путина тянут, потому что он сильный, да, такой. И они чувствуют свою причастность к силе, вот так вот. Поэтому позволяют себе там людей толкать. А чё они прибежали сюда? Да, обычные дебилы, гопники. Это ж гопники структурированные. Это моральные люди! Это моральные люди! Куча полицейских стоят, и они, короче, там, ну, шифруются, выбирают, где какие-нибудь плакаты не понравятся, что-нибудь не понравятся и залезают, короче, мешают. И так же я даже стоял, снимал, чё они делают. Ну, в нагло меня вот так вот, ну, вот я вот покажу, в нагло, отдыхают, толкают. Вот у меня, в принципе, было, ну, такое нежное чувство, я не знаю, пришёл помитинговать, погулять, это такое. Ну, после этих чмошников вот сразу хочется прям что-то плохое сделать. Они сами нагретают эту ситуацию. Сами провоцируют, как люди, многие говорят, провоцируют, провокаторы. Вот эти тоже такие провокаторы. Я буду за ними наблюдать. Переворота, мы не напустили новинклатурного переворота. Спасибо вам! Россия будет свободной! Ребята, я только что прошёл митинг против пенсионной реформы. Крайне не согласен, вот крайне, крайне негодование такое. И, конечно, очень много плюсов, минусов. Но самое главное, непонятно, ну, для чего это всё, да? То есть, если это всё будет, то что мы выиграем? Нет какой-то там системы реформ куда-то направленных. Просто вот так, давайте так сделаем и всё. И, конечно же, ну, очень-очень не согласен. И все люди, которые приходили, тоже не согласны. И жалко, что мало людей. Жалко, что мало людей. Хотелось бы, конечно, больше, потому что это всех коснётся. Ну, кроме МВДшников там. Они как выходили рано на пенсию, так и будут рано выходить на пенсию. Что хотелось бы сказать. Вы знаете, я много думал, много думал. В принципе, вот как бы у Путина большой, я не знаю, как это назвать-то. Большой процент согласия. И как бы все говорят, что это бред, это бред. Они сами там себе эти голоса ставят, считают так-то, чтобы у него 70-80% одобрения было и голосов на выборы. Но я думаю, нет. Я думаю, это примерно так и есть. Может быть, чуть поменьше, конечно, да, потому что фальсификации были. Но поменьше, но всё равно очень много. Потому что я с людьми разговариваю и спрашиваю. Ну, люди говорят, да, я за Путина. Один говорит человек, другой говорит. Я ещё и думал, вот как-нибудь ранжировать бы этих людей, которые за Путина. И понять, почему они за. И пришёл к выводу. Есть две категории людей. Вот две. Всё, больше нет. Первая категория людей, которым абсолютно похер, какая политическая ситуация. Я мне хорошо, поэтому всё нормально. Пускай там что хоть что и будет. Они даже иногда и на выборы ходят, потому что якобы надо. Я, якобы, нормальный, ответственный гражданин. Но ничего не знают про политику. Никого не знают из политиков. Поэтому единственного, кого они знают, это Путин. И за него голосуют. Это первая категория. Им похер всё. И вторая категория. Это трусливые собаки. Я не знаю, как их назвать. Это трусливые, беспомощные, жалкие люди. Они сами по себе слабые и ничего не могут. Поэтому они, голосуя за Путина, а Путин, конечно, все мы знаем, парень сильный. Он загнобил в 2000-х годах олигархов. Он жесткая риторика у него, он повелевает всей страной, все его боятся и содрогаются все эти, как их называют, которые в городах главные, и мэры, и губернаторы. Поэтому он как бы сильный. И они, голосуя за него, как бы сопричастны с этой силой. И они, когда за него топят, когда голосуют, они чувствуют, что они тоже частичка этой силы. На самом деле это просто мы слабаки. Они поэтому и прикрепляются к сильным, потому что они сами слабаки. Вот две категории, конечно, очень крайностно, но примерно вот так все обстоят. Потому что, разговаривая с человеком, он говорит, вот я за Путина, да, он там сделал многое-многое. И мы начали там разбирать, что именно. Ну давай разберем, давай там судебную реформу разберем, давай там ИВД разберем, все. И понимаешь, что он ничего не знает, ничего не понимает. Ему или похер, или он просто трусливый. Ну видно же по человеку, что он трусливый. И когда в компании вырисовывается какой-нибудь лидер, он к нему присобачивается так. Я якобы с ним, это мой каррифан. Ну потому что жалкое подобие вот этих вот ментов. Вот они вот, мы сегодня видели, как они, знаешь, топят за него. С друзьями нападают на человека, плакаты отбирают. И все. И такие вот прям вот, я-я-я. Ну все, я вытрепался довольно много. Я еще много чего могу сказать, я сказал, плохого. Но на самом деле они мне испортили настроение, серьезно. У меня было хорошее настроение, как в прошлый раз мы снимали, вот на митинге были. Все сели им как-то все, постарались, чтобы не было много обиды там, и грязи, и желчины на душе. Но сегодня не получилось просто из-за этих вот ментов, вот серьезно. Такие они наглые, сука, такие мерзкие. Прям вот даже... Сейчас пойду кофе попью, может успокоюсь. Всем пока. Всем пока.